8 декабря культурная общественность столицы проводила в последний путь выдающегося продюсера, создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Руденштейна. Многие артисты и режиссеры в эти дни делились воспоминаниями о Марке Григорьевиче, отдавая дань его таланту и организаторским способностям. Актриса Елена Проклова выразила соболезнования родным и близким продюсера, а также отметила, что общество потеряло еще одну масштабную личность. А между тем, Руденштейн отзывался о Прокловой не самым лестным образом. Какое-то время назад Елена Игоревна поделилась в телевизионном эфире непростой личной историей. Актриса рассказала, что когда ей едва исполнилось 15 лет, ее любви добивался известный и взрослый артист. Будучи совсем юной девочкой, звезда не могла сопротивляться его напору, и этот опыт отразился на ее последующей жизни. Откровения Елены Игоревны послужили поводом для широкой общественной дискуссии. Руденштейн при этом отметил, что Проклова всегда пользовалась успехом у мужчин. У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры. Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать, прозвучали слова Марка Григорьевича в программе «Ты не поверишь» на канале НТВ. Елена Игоревна не стала обижаться на замечания ушедшего из жизни продюсера. Актриса лишь подчеркнула, что привыкла не обращать внимания на негативные комментарии в свой адрес. А Господи, да простит его Бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить, поделилась своей точкой зрения Проклова на сайте StarHit. Ру, ранее актриса утверждала, что ее признание никак не отразилось на карьере. На спектакле с участием Прокловой все также продаются билеты, и зрители встречают звезду аплодисментами. Напомним, что Марка Руденштейна не стало 5 декабря. В середине ноября продюсера госпитализировали с сердечным приступом, а затем у него диагностировали инсульт. Врачи сделали ему срочную операцию по формированию искусственного отверстия в шее трахеостомии. Были приняты все меры для спасения жизни звездного пациента, но, к сожалению, усилия врачей успехом не увенчались. Церемония прощания с Марком Григорьевичем состоялась в Московском доме кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова